Приветик всем! Можно поговорить об экономике, о наболевшем. И вот я сейчас смотрел одно видео, где говорили про СССР. И один из факторов того, что был дефицит в СССР, была ценовая политика. Тот факт, что в СССР держали цены. И, пожалуйста, знаете, мне сейчас кто-то будет писать, что я там не знаю экономику или чего-то. А я не претендую на Нобелевскую премию по экономике. У меня есть свобода сидеть и говорить то, что я думаю. Кому-то понравится, кому-то не понравится. Одна из причин дефицита в СССР была ценовая политика в том, что не отпускали цены выше. И поэтому все было так дешево, что все покупали. А вторая причина была в том, что не пускали ничего в страну из страны и не было бизнеса. Так вот, вот эти ошибки в ценовой политике, они ведут... Они исторические и вообще в России, но и в других странах тоже их очень часто совершают. И еще одна ценовая ошибка у нас сейчас, которая происходит, это цены на недвижимость. То есть, опять же, есть связь с тем, что происходило в СССР, потому что теперь только в другую сторону. То есть, если в СССР ценам не давали расти, вот, и был дефицит всего, потому что все было слишком дешево. И проблема была не в том, чтобы иметь деньги, что-то купить, а в том, чтобы что-то достать, потому что цены были низкие, главное достать. Вот, сейчас же другая проблема с недвижимостью в том, что они не снижают цены. И последствия опять очень серьезные, потому что ценовая политика неправильная, она может идти и в одну сторону, и в другую сторону. Если ты занижаешь цены плохо, если ты завышаешь цены, то тоже плохо. Я сейчас еще смотрел видос про Китай. Вот, и там есть города-призраки. И вообще, после просмотра этого видео, я понял, что Россия, Китай, индустрия, строительная индустрия этих двух стран очень похожи. Там тоже продают неготовые квартиры, там тоже все инвестируют. Они говорят, что вот у китайцев больше нету никаких способов куда-то еще вложить деньги, поэтому они вкладывают в недвижку. То же самое у нас. Куда народ у нас деньги вложит? В акции. С акциями все. То есть некуда. И недвижка это такой оставленный путь, по которой мышка должна бежать. Правильно? Потому что все другие пути закрыты. Вот. И что происходит и произошло в Китае, и у нас абсолютно то же самое. Значит, в Китае, во-первых, взвинчены были цены жуть. То есть там вот давали пример, что кто-то купил квартиру и платит за квартиру ипотеку в 4400 долларов, а сдается эта квартира всего за 700. Это вам напоминает Москву? Правильно? Абсолютно то же самое. Квартира стоит, я не знаю, там 20 миллионов рублей, а сдается она за 500 долларов в месяц. Это абсолютный реальный факт. Даже в правиле, где там по 10 процентов, то есть если вы купили квартиру за 20 миллионов, она должна сдаваться за 200 тысяч в месяц. Вот. Могу вам гарантировать, что за 200 тысяч она сдаваться не будет. Вот. Дай бог, чтобы где-то 30-40 там. Еще что происходит в Китае. Значит, первое, мы имеем абсолютное несоответствие аренды и цены покупки. И вследствие этого инвестиция невыгодная, потому что она не дает достаточно дохода с аренды. Вот. Потом мы имеем... Да, кстати, еще если поговорить об аренде, то именно аренда в России отображает реальную картину того, что происходит с недвижимостью. Потому что эта аренда, на нее не влияет ипотека и всякие фигни. И что мы видим с арендой? Аренда в России довольно низкая. Вот. И она все еще падает. Во-первых, она даже не поднялась с 2019 года, а может быть даже и упала, несмотря на инфляцию и несмотря на бум в продажах. То есть в реальности, так как мы имеем инфляцию... Вот, например, у нас там хлеб подорожал, я не знаю, машины подорожали, аренда не подорожала. Это значит, что люди, которые арендуют квартиры, они, собственники, они получают меньше денег, чем раньше. А это значит, что их актив дешевеет и у них хреновая инвестиция. Вот. А на продажи вы можете не смотреть, потому что они полностью манипулированы. Значит, идем дальше. Первое. Несоответствие аренды и цены. Второе. В Китае города-призраки. Там громадные города, которые построены посередине там ничего, в которые люди вложились в квартиры, но жить там никто не хочет. То есть там никто не купил, чтобы жить. Все купили, чтобы сдавать или чтобы перепродать. Напоминает ли вам то, что сейчас происходит? Вот. Естественно, все это полностью в заднице. Вот. Ну, вы скажете, что... А что, если купить квартиру внутри города? Да, а не на отшибе. Во-первых, не у всех есть на это деньги. У многих есть деньги только на отшибе. И так как люди считают, что квартира никогда не дешевеет, бац, они туда все деньги. Вот. Потом следующее. Только в России при покупке первички покупатель сразу теряет деньги. Я объясню почему. Вот подумайте, если вы купили готовую квартиру от застройщика. Но готовую достроенную. Вот вы ее купили, и через месяц вы ее хотите продать. То есть, как говорят по-английски, guess what, цена будет ниже. Почему? Потому что вы уже не... Покупатель уже не первый собственник. Ему уже... То есть, первичка, она дорогая, потому что там нет никаких споров насчет того, кто собственник. Оспаривание и ее легко купить. А когда вы уже продаете свою первичку, она уже не первичка, она уже вторичка. А вторичка дешевле. То есть, вы купили и сразу проиграли. Вот. Ну, вы скажете, что если купить, если вернуться назад, что если купить в середине города, не на отшибе. Это, конечно, лучше гораздо. То есть, там меньше риск, что вы вообще останетесь ни с чем. Но все равно те же самые факторы громадного количества непроданных квартир, вы все равно... Вы просто не все деньги потеряете, но какие-то. Вот. То есть, когда мы смотрим на города-призраки в Китае, то одну вещь, которую мы получаем из этого, это то, что громадное количество непроданных квартир. Вот. Я вам могу сказать, что у нас то же самое. Просто это тщательно скрывают. Вот. И... Но это абсолютно есть. Все это манипулируется. И просто, если посмотреть на темпы строительства и темпы потери населения в России, то мы видим, что квартир становится все больше, а людей становится все меньше. Вот. Базовые законы спроса и предложения говорят о том, что в таком случае цена на вещь будет падать. Если все больше предложений, все меньше тех, кто может это купить. Вот. Вот такие обсуждения. Ну, что будет в будущем, да? В будущем будет крах, ипотечный крах, ипотечный крах недвижимости, в котором недвижимость в регионах, возможно, упадет в 3-4 раза. Это базировано на том, что было в 2008 году в США. В 3-4 раза. Будет громадное количество потерянных денег, громадное количество выселений. Вот. И никакие ипотеки и субсидирование все это не спасет. И я могу сказать, что в 2008 году не было Украины, не было санкций. Вот. Всего этого не было. Так что это еще прибавит. Вот. Это мое мнение. Это мое мнение. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...